Привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг-М». Сейчас мы находимся на втором этаже, где мы обычно проводим нашу съемку. Сегодня тоже не исключение. Здесь, на этом этаже, второй этаж из шестиярусного нашего склада находится много моторов, коробок и кузовщина. «АвтоСтронг-М» – это быстрая доставка, честная цена и гарантия. Ну и прямо сейчас мы разберем популярнейший мотор Honda L-серии, объем 1.3. Встречаем! В 2001 году компания Honda выпустила новое семейство двигателей. Это двигатели L-серий, объемом от 1.2 до 1.5. Данные двигатели предназначены для установки на компактные автомобили Honda, такие как Honda City и Honda Jazz. Также его устанавливали на Civic, начиная с восьмого поколения до десятого, то есть нынешнего. А более поздние версии данных моторов с 2015 года возили уже более крупные Accord и CR-V. В семействе L-серий несколько десятков модификаций, которые выпускаются до сих пор. Данные двигатели имеют несколько видов головок блока цилиндров, то есть с двумя распредвалами и с одним, с 16,8 клапанами соответственно. Все 16-клапаны версии этих двигателей имеют систему VTEC, а более поздние двигатели объемом 1.5 вдобавок имеют еще систему изменения фаз газораспределения VTEC и турбонаддув. По сравнению с предшественниками моторами DL-серий, моторы L-серий установлены под капотом с правой стороны и их валы вращаются в правую сторону. Раньше моторы Honda были левоходными. Сегодня мы будем разбирать базовый двигатель для Honda Jazz L13A1 объемом 1.3 литра. В данном двигателе 8 клапанов, 8 свечей зажигания на минуточку, 8 катушек в приводе ГРМ-цепь, блок алюминиевый и гидрокомпенсаторы отсутствуют. Двигатели L-серий надежные и неприхотливые. Это касается абсолютно всех двигателей, выпущенных до 2015 года. После 2015 года просто нет достаточно информации. Единственное, что может вызвать проблемы в этом двигателе – это система зажигания. Ремонт может быть дорогой, если владелец не соблюдает интервалы замены свечей. А серьезные механические поломки с этим двигателем случаются из-за неправильного подбора масла. В редких случаях в двигателях L-серий возможно течь масла по датчику давления масла. Причем течь идет именно по датчику, по корпусу и разъему. Но эта проблема решается очень просто заменой датчика. Датчик устанавливается без какой-либо прокладки. Вы постоянно в комментариях спрашиваете, где Павел? Вот он! Встречаем, и мы начинаем нашу разборочку. На ранних версиях двигателя L-13A1 использовалась дроссельная заслонка с тросовым приводом и регулятором холостого хода. А с 2003 года с появлением системы стабилизации начала использоваться полностью электронная дроссельная заслонка. Оба этих варианта надежны, а появление масляного налета на дроссельных заслонках говорит о проблемах в системе вентиляции картера. Довольно редко загрязнение дросселя либо клапана холостого хода на двигателях L-серии является причиной плавания холостых оборотов и рывкам при разгоне. Если такие симптомы происходят, то, скорее всего, причина не в этом. После снятия и установки заслонки с тросовым приводом ее надо адаптировать. Для этого после запуска двигателя надо держать обороты 3000 до включения вентилятора. К слову, на двигателе, который мы сейчас разбираем, установлена полностью электронная дроссельная заслонка. Но вы знаете, что оба варианта заслонок доступны к продаже в «АвтоСтронг-М». Многие версии двигателя L-серии оснащены клапаном EGR. Как правило, его никто не глушит и не отшивает, потому что проблемы это не решает. Со временем система самодиагностики выдает ошибку, поэтому владельцы Honda предпочитают с этой системой дружить. Клапан EGR легко снимается и чистится. Производитель предусматривает чистку клапана раз в 60 тысяч километров, либо же раз в 5 лет. На необходимость чистки клапана указывает соответствующая ошибка по недостаточному подъему клапана. А вот если клапан неплотно закрывается, то обороты хаотично скачут и двигатель может заглохнуть. При установке клапана EGR следует приобрести прокладочку. Помимо чистки самого клапана следует очистить канал, по которому отработавшие газы попадают во впуск. Со временем этот канал забивается, на что двигатель реагирует повышенным расходом топлива. А после чистки данного канала расход топлива падает на 1,5-1,5-1,5 километров. Клапан системы вентиляции картерных газов находится на крышке маслоотделителя, который встроен в блок цилиндров. Если во впускном коллекторе появилось масло, либо же небольшой расход масла на угар, то этот клапан надо менять. И имейте в виду, что при любых манипуляциях с клапаном он вот так вот может развалиться. На двигателях L-серии с 8 клапанами ГБЦ используется система зажигания IDSI с 8 свечами и 8 катушками зажигания. Благодаря этой системе эти простейшие моторы могут работать практически на любом топливе, а также резво тянут во всем диапазоне оборотов. А также еще плюс к этому всему бонусом – низкий расход топлива. Но чтобы не попасть на замену всех 8 катушек, свечи зажигания надо менять вовремя. В 2000-х годах сервисмены и владельцы не знали, что в этом моторе 8 свечей и меняли только передний ряд свечей, что приводило, естественно, к выходу из строя катушек. Если двигатель L-серии эксплуатируется на хорошем топливе, то менять свечи надо каждые 30 тысяч километров. Если качество топлива вызывает сомнения, то каждые 15 тысяч километров. На данный двигатель свечи обычные NGK и Denso стоят по пару долларов. Вот если упустить момент замены свечей, то можно попасть на 8 катушек зажигания. Цена оригинальной катушки 70 долларов. Есть качественные заменители по цене в два раза ниже, то есть сумма получается немаленькая. Также можно рассмотреть вариант покупки БУ катушек, но товар очень дефицитный. У нас даже их нет сейчас на складе и на этом моторе, но скоро приедут, поэтому звоните. И катушки передней и задней на данном двигателе разные. При износе катушки начинают пробивать изоляторы. При осмотре катушек видны пробои искры, но в народе уже научились продлевать жизнь данным катушкам. Можно натянуть на катушке термоусадочную трубку подходящего диаметра. Также можно обмотать фум-лентой либо термостойкой изолентой. Это компромиссное решение. Надолго такого ремонта не хватит, потому что термоусадка может налипнуть на гнезда свечей. Тогда свечи и катушки надо будет буквально выколупливать. Более удачным способом ремонта является замена изоляторов. Есть предложение по неоригиналу. Добавим, что катушки заднего ряда больше термонагружены из-за соседства с выпускным коллектором и могут развалиться от старости. При правильной эксплуатации катушки могут пройти 100-150 тысяч километров. Затем начнут пробивать, а при их снятии начнут разваливаться. Ремонтировать их бесполезно. На проблемы с катушками указывают, естественно, пропуски зажигания и провалы тяги двигателя, особенно при нагрузках. В головке блока цилиндров восьмиклапанного двигателя Honda один распредвал, который приводит эти самые восемь клапанов через рокеры. Рокеры нанизаны на общую ось, которая в народе называется флейтой. Гидрокомпенсаторов в данной ГБЦ нет. Проверять тепловые зазоры и при необходимости их регулировать надо каждые 50 тысяч километров. На неправильные зазоры клапанов указывает стук рокеров. Также возможны пропуски зажигания из-за того, что выпускные клапаны поджимаются и неплотно прилегают к седлам. Регулировать тепловые зазоры на данном двигателе надо при помощи щупа, отвертки и ключа на 10. Номинальные зазоры для впускных клапанов 0,15-0,19 миллиметра, для выпускных 0,26-0,30 миллиметров. Перед регулировкой зазоров клапанов следует заранее приобрести прокладку выпускного коллектора, прокладку клапанной крышки, а также шайбы кольца для крепления клапанной крышки. Прокладка меняется в том случае, когда видны потеки масла, то есть она задубела потеки масла наружу и в свечные колодцы. На двигателях L-серии, которые эксплуатировались на неправильном масле, а именно слишком густом масле 10W40, наблюдается выработка на оси коромысла в той самой «Флейте». Дело в том, что слишком густое масло не просачивается в места для смазки коромысел, и тогда на оси возникает полусухое трение. Если выработка будет значительной, то коромысла начнут звенеть, а при смене масла на правильное 0W20, то коромысла также будут звенеть из-за увеличенного зазора между коромыслами и осью. На двигателях L-серии используется бесшумная пластинчатая цепь Morse. Одна из ее направляющих снабжена рессорной пружиной. Это и является натяжителем цепи. Данная цепь ходит прекрасно, не растягивается и случаи ее замены очень редки, но случаются из-за того, что владельцы применяют неправильное масло. Напомним, что правильное масло для этого мотора 0W20. Оценить состояние цепи можно при снятии клапанной крышки. Люфта между звеньями цепи быть не должно. Также не должно быть выработки на зубьях шестерен. Если цепь растягивается, то нарушается угол опережения зажигания. Мотор тянет вяло, увеличивается расход топлива. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот ГБЦ, вот по две свечи на каждый цилиндр, вот масляный нагар. Этот мотор поджирал масло, поэтому мы его и разбираем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь у нас классическая японская конструкция 2000-х годов. Алюминиевый блок, открытая рубашка охлаждения, блок гильзованный, неравномерный хон, если говорить по состоянию, и нагар на донышках поршней. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это бугельная рама, на которую опирается коленвал. Здесь находятся коренные вкладыши. По состоянию вы сами видите, что они немного потёрты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Двигателю L13A1 не свойственен жар масла. Но если жар масла на угар появился от замены до замены и по утрам из выхлопной трубы валит сизый дым, то, скорее всего, причина задубевшей маслосъемные колпачки. В двигателе, который разбираем, мы нашли причину масложора, и это залегшие маслосъемные кольца. А теперь обратим внимание на конструкцию поршней. Поршни таблеточные, естественно, имеют Т-образный профиль. В каждом поршне по шесть отверстий для отвода масла, а также присутствуют маслофорсунки в шатунах. И вкладыши в очень хорошем состоянии. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И коленвал в данном моторе неплохо сохранился. Разборка закончена. Вообще надежность мотора L13A1 мы оцениваем как высокую. Проблемы возникают только по части системы зажигания. Напишите обязательно в комментариях, какие проблемы у вас были с этим мотором. Давайте обсудим. Если вы хотите знать о моторах, коробках и БУ запчастях абсолютно все, обязательно подпишитесь на наш канал, поставьте лайк этому видео, заходите на наши соцсети, заходите на наш сайт, покупайте отличные запчасти и помните, что с вами всегда была, есть и будет компания «АвтоСтронг».